Главный картограф страны, старший научный сотрудник Государственного исторического музея Владимир Булатов направил советнику главы муниципального образования Котлас Игорю Амосову аннотацию к карте из знаменитого Атласа Блау. Это карта Московии Тартарии 17 века из Атласа Блау. Карта северо-восточной части современной России. Датирована она 1640 годом. Чтобы уникальный источник стал достоянием городской общественности, администрация города передала документ краеведу, депутату городского собрания Александру Хрусталеву. Мы вам передаем этот документ и хотим вас поблагодарить за ваш труд. Вы делаете очень важную работу. Вы сами понимаете, что история наша непростая и переписывалась она не один раз под разную идеологию. И каждый такой документ позволяет нам более глубже осмыслить и понять историю нашего родного края и всей России. Огромное спасибо вам, Игорь Сергеевич. Я благодарен администрации нашего города, Юлии Вячеславовне. И особая благодарность Андрею Владимировичу за то, что вы поддерживаете этот проект. Я уверен, что совместными усилиями мы найдем истину нашей истории. Пожалуйста, Пам. Огромное спасибо. Я думаю, спасибо, Юлия Вячеславовна. Я думаю, этот документ займет достойное место в нашем краеведческом музее. В соответствии с аннотацией Владимира Эриковича Булатова, карта неоднородна по своей подробности и достоверности. Наиболее тщательно изображены берега Кольского полуострова, течения рек Суханы и Северной Двины. Причина этого в том, что во время составления карты в Архангельске существовал квартал, населенный голландцами. И голландцы регулярно плавали из Амстердама в Архангельск вокруг Скандинавии. Прямой торговли с Россией через Балтийское море препятствовали шведы, захватившие Ижорскую землю, или Ингерманландию, и собиравшие там с купцов непомерные пошлины. Из Архангельска некоторые голландские купцы, включая Исаака Массу, часто ездили в Москву. Причем главным транспортным путем служили реки. То есть и тем, многочисленные населенные пункты, которые показаны на берегах Суханы и Северной Двины, включая Котлас, Масса имел возможность нанести на карту не на основании чьих-то рассказов, а непосредственно сам. Те территории, где голландцы не бывали, показаны условно. Особенно это относится к землям за Уралом, где среди прочих местностей обозначено и Лукоморье.